Всем привет, друзья! Доброе утро! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Друзья, напоминаю, что мы находимся в Бельгии, а конкретнее в Брюсселе. И на данный момент мы выселяемся с отеля Manhattan Hotel. Честно говоря, я вам сказал, доброе утро, но утро совершенно не доброе. Сейчас вы поймете почему. Проснулся я, значит, просыпаюсь и смотрите, что замечает Руслана. На сон. Укусы от клопов. Красота? Как вам такое? Как тебе такое, Илон Мас? Я, честно говоря, в шоке. Я вчера вечером еще чесал спину, когда мы гуляли. Я не понимал, почему она чешется. И смотрите, вот, оказывается, в чем причина. Огромные укусы. Они прям очень огромные. Это капец. После этого я, конечно же, решил отправиться на ресепшн и показать эту всю красоту тому человеку, который работает на ресепшн. Я так понял, это даже владелец. Тут как бы пожилая и женщина, и мужчина. Уже, не знаю, в возрасте работает. Но я считаю, что все равно они обязаны следить за отелем и такое не допускать. Хоть отели старые, но с матрасами, с постельным. По-любому должны следить и проверять. Потому что, ну что это, блин, такое? И он мне говорит, мы постельные меняем каждый день. Я не знаю, как так получилось. Такой зашуханный. Этот. Мы можем вам сделать компенсацию 20 евро. И продлить номер, насколько хотите. Ну, для выселения. У нас сегодня же выселение. Я, конечно, постоял, подумал, повозмущался еще немного. А потом думаю, блин, надо брать хотя бы эту компенсацию. Потому что закончится просто тем, что мы поругаемся. И у нас уже автобус скоро. Потому что мы уезжаем далее. У нас тут нету времени сейчас с полицией разъяснять, все выяснять. Потому что нам надо через пару часов уже быть на автовокзале. И мы отправляемся дальше. И в итоге, что вы думаете? Укусы клопов стоят 20 евро. Куплю себе на эти деньги, пожалуй, кофеек и чаек. Точнее, Руслане кофеек, а себе чаек. Короче, не знаю. Я поначалу, когда мы заселились в отель, уже закрыл глаза на то, что там старые моменты есть. То, что нету фена. То, что нету даже ёршика в туалете. Это вообще какая-то жесть. Интернета в номерах нету. Хотя написано было, что интернет бесплатный в номерах. Зачем так людей обманывать? Я не пойму. Отель называется Hotel Manhattan. Находится возле центральной площади. Никогда и никому не советую сюда заселяться. Смотрите, чтобы смыть унитаз ёршиком, нам приходилось что делать. Мы брали вот этот душ. Я просил Руслану включить воду. И тем временем я брал и вот так вот смывал. Ну, шо это такое? Я, честно говоря, в шоке. А вот такой, друзья, завтрак у нас. Смотрите. Джем масла, булка, тостовый хлеб и кусочек сыра. А, вон там еще кусочек колбасы виднеется. И на этом все. То есть, завтрак в отеле за 92 евро, плюс еще CityTax, там было 6 евро. Короче, 100 евро в сутки, друзья, за такой отель с такими проблемами. Вот это, что я вам показывал при кроватной розетке. То, оказывается, выключатели, которые вообще нахрен не нужны. Мы думали, это розетки, чтобы заряжать телефон можно было нормально. А то оказались просто выключатели. В общем, напишите, что вы думаете по поводу данной ситуации. Но я считаю, что они просто в край обнаглели брать практически 100 евро в сутки за такой вот отель и абсолютно за ним не ухаживать. У кого были какие-то подобные моменты в отелях, когда вы арендовали старых, новых, расскажите свои интересные истории касаемо клопов или еще каких-то неприятных моментов. Будет очень интересно почитать мне и, я думаю, тем зрителям, которые смотрят на данный момент этот выпуск. В общем, все, выговорился. А теперь пора уже собирать вещи, потому что у нас реально немного времени. Сейчас уже соберем вещи, сделаем чек-аут. И я уже вам подробнее расскажу, куда, как, зачем и почем мы отправляемся дальше из Бельгии. А вы заранее поддерживайте лайком, друзья. И всем приятного просмотра. Ну что, выселились мы с отеля, чек-аутнулись. Руслана после этого боялась уже лежать перед выходом. Я сидела просто. Говорит, а то сейчас меня еще покусает. Короче, хочу вам показать вот Hotel Manhattan, как он выглядит, чтобы вы знали. Потому что, ну я не знаю, честно, я бы сюда даже за дешевую стоимость уже не вернулся. Ну я помню, когда мы перед тем, как сюда заселяться, я смотрела отзывы, там люди тоже жаловались на клопов. Но там были всего пару отзывов за все время. Я не, по-моему, старые уже, да? Я думала, что уже ничего нет, а оказывается все-таки клопы еще остались. Так как у нас еще есть время, около, ну получаса или даже часа, мы оставили вещи, рюкзаки. И хотим пройтись куда-то, я не знаю, Руслан от кофе может хочет попить. В торговый центр мы сейчас зайдем, там очень много кофеин разных. Я думаю, мы там посидим немножко. Да, и вот чай я даже нормального не мог выпить, потому что там на завтрак какая-то брашка непонятная в чайнике заварена, было невкусно. Кстати, здесь есть кофеиня, где я вчера брала нам чай-кофе, и они даже кофе и чаю дают бельгийский шоколад. А, типа бонусом? Да. Бесплатно? Да, сейчас мы пойдем туда. Кстати, я вам так и не рассказал, куда мы отправляемся дальше. Смотрите, мы решили отправиться на автобусе в Германию, в город Дюссельдорф, потому что он находится недалеко от Брюсселя. Ехать автобусом всего лишь 3 часа, то есть это в принципе нормально. И в Дюссельдорфе цены на жилье намного ниже, мы там даже задержимся немножко дольше, потому что мы взяли на 2 дня больше в Дюссельдорфе, а цена оказалась дешевле, чем за вот этот отель, с которого мы только что выселились в Брюсселе. Там, конечно, у нас не будет завтраков, но зато отель нормальный, новый, чистый, есть чайник как минимум, хорошие отзывы. И стоимость не загибает, так как здесь отель тоже находится в центре, так же, как и здесь, и в Германии. Мы, кстати, никогда еще ни разу не были, поэтому, я думаю, поснимаем интересные выпуски. Я думаю, многим интересно, как обстоят дела в Германии именно сейчас, так что на несколько дней мы задержимся в Дюссельдорфе и, возможно, даже проедемся в соседние города, потому что в самом Дюссельдорфе все дни, я думаю, будет скучно, надо будет снимать какое-то для вас разнообразие. Зашли в местный магазин Carrefour и хотел вам показать, по чем стоят перекусы в Бельгии, потому что мы не снимали ролик с ценами. Вот такой вариант за 2 евро мне очень нравится. Смотрите, получается 2 евро стоит 2 чизбургера 300 грамм вот со свининой. Мы уже их пробовали на Мальте, 3 евро такой же наборчик стоил, тут за 2 евро. Очень вкусные, с сыром, котлета реально свежая, хорошая. Мы возьмем такие сэндвичи в дорогу, потому что 3 часа будем ехать, я думаю, перекусить что-то захочется, тем более приемлемая стоимость. Есть еще по 2,95, но тут уже другие варианты, с чем это? Ну, не знаю, я бы не брал, потому что это то же самое. За 3,19 то же самое. И такой вот большой макси чизбургер 2,65, но он один. В принципе, котлета, сыр такая же, как и в том. Смотрите, можно целую курочку взять за 6,99 евро. Она горячая. Горячая, прямо смотри, огромная курица. Мы, кстати, не брали курицу, потому что как-то другим питались. Я смотрю, вот, например, 2 ножки можно взять за 1,46 евро. То есть, в принципе, цены вот так на готовую еду перекусить не сильно прям и завышенные. Но вот картошка, да? Да, картошечка. Такая круглая, молодая, евро 36, прямо горячая, видно, что свежая. И вот по 2 евро, что это? А, нет, это что-то не то. Это тоже самое. Это целая курица, просто цена другая. Также я хочу взять, мы еще брали местные сосиски, вот такие, смотрите, корвелла, толстые, они прямо как колбаски. Они, конечно, стоят подороже, 4,49, но я там видел свежие багеты по 60 центов. И, наверное, в дорогу взять и сделать, короче, огромные хот-доги, да? Так и сделаем. Они просто вкусные, помните, мы показывали, они как бы разрезали, делали соус туда добавляли, делали такой хот-дог и лук, то есть без хлеба. Очень прикольные, нам понравились, потому пока мы еще Бельгию возьмем в дорогу. Также, смотрите, хороший вариант для сувенира привезти бельгийские вафли. Такие вот в упаковке. Вот 4,20 стоят, но тут разные, есть и большие. Вот евро 79, смотрите, 4 бельгийские вафли. Руслана, кстати, взяла подружки. Я еще возьму. Смотрите, по 2,09. Короче, выбор большой, 2,80, прямо вот огромный. Но это классический, я так понял, с сахарной пудрой. 3,77. В общем, огромная стойка, почти в каждом магазине есть. Если планируете привезти какой-то сувенир своим родным и близким, то рекомендуем взять в Бельгии вот такие вот вафли. Есть еще такие варианты в супермаркетах, потому что в сувенирных магазинах это все дороже стоит. Вот конфеты бельгийские 3,95 евро можно взять. Потом 5,59 вот такая упаковка тоже ассорти. И трюфель вот тоже бельгийский 2,15, да, всего стоит. Хорошая цена, так что на подарок можете еще такие взять варианты. Вот 3,39 тоже трюфель. Ну, это как для сувенира. А бельгийский шоколадок тут прямо огромный выбор. Смотрите, по 3,99 такие варианты. Вот тоже одна цена. Вот по 3,75 можно взять. И смотрите, вот тоже целая стойка. Это все бельгийские 3,38. Такие вот разные виды. Прямо огромный выбор. И дешевле, чем в сувенирных лавках. Не знаю, может там и получше. Ну, мне кажется, это просто только дороже стоит, да. А вот есть вообще дешевый вариант за 1,75. Тоже бельгийский шоколад. Смотрите, бюджетно. Можно взять тоже разные виды. И хорошая цена. И вот прямо акционные, смотри. 2 сразу, да. 3 евро стоит. Тоже неплохо. Как на подарок вполне нормально. А тут, смотрите, прямо целая стойка и акции. 1 плюс 1. То есть берешь одну, вторая в подарок. 2 евро 75 центов, он сказал. То есть можно разные взять, да. Смотри, розовый с апельсином. Я уже набираю. Да, ты уже начинаешь... Малина, вот Руслана взяла. Малина, и вот молочный. Просто молочный? Да, потому что это черный шоколад. А, я понял. Ну вот, смотрите. Карамельный черный и такой молочный. Ну, нормальная цена. Руслана захотела попробовать все-таки. Да, возьмем нам. Мы как-то особо по сладостям, кроме вафли, ничего не брали. Решили зайти в кофейню. Взяли вот чай. Большой, кстати, зеленый. Найти не везде можно. Здесь был именно большой зеленый. 3 евро стоит за чай. И капучино 3,50. И как раз вот эти шоколадки, которые мы купили, сейчас откроем и продегустируем. Кстати, вчера в этой кофейне давали мне шоколадки еще в подарок. Ну, маленькие, да. Не такие, не подумайте, что это прямо огромные. И там дает 10 грамм. Но они очень вкусные были. Ну, так смотри. Мы как знали и взяли такие. Смотрите, она розовая такая, прям аппетитная. Ну, и давайте попробуем. Отличается ли этот шоколад от другого? Да, он очень вкусный. Да? Это молочный. А так это молочный? А тот черный, да? Очень вкусная шоколадка. Попробую ее. Слушайте, вкус просто очень офигенный. Мне даже напоминает этот шоколад какой-то застывший йогурт. Реально, очень вкусно. Как-то быстро первая шоколадка вышла. Решили открыть и попробовать вторую. Черный шоколад с карамелью. Вот Руслана уже отломала маленький кусочек. Но черный он не такой сладкий. Да, он более горький идет. Мне кажется, тоже вкусный будет, потому что карамель добавит сладости. Нет, он именно горький. Не вкусный? Ну, вкусный, но он не сладкий, а именно горький. Так я понял, а карамель хоть слышно? Нет. Нет? Так может, это так только на рисунке нарисовали, а там я даже... Смотри, я просто не вижу, чтобы тут карамель была. Вот это мне чисто как обычный горький наш шоколад. Короче, надо было такие брать. Там еще... А с апельсином тоже, по-моему, черный. Да. Короче, это такой себе, я так понял. Ну, давайте я попробую. Ну, такое. Просто горькое. Причем очень горькое. Да. Ну, для любителей черного шоколада, думаю, зайдет. Ну, как обычно, не обошлось без этого. Planet Parfum. Руслана меня привела искать какие-то духи. Вон, смотрите, убежала так активно. Ну, я смотрю, тут огромный выбор. Вон, Булгари, Гермес, Диор, Шанель. А тебе что надо? Я хотела Монталь, но тут его нет. Ну, тут есть Шанель. Ой, Диор по нормальной цене. Но я хочу именно Монталь. Я хочу Монталь, Аут, Табак. Я смотрела, что у них есть версии Тревел. Маленькие, 20 миллилитров. Да, я такие покупала уже. Думала, что здесь они тоже есть, но я не нашла. В 1000 торговом центре есть еще два примерных магазина. Так, может, спроси. Вы спешите? Смотрите, Майкл Корс. Короче, каждая стойка идет с каким-то определенным брендом. Вон, Армани, Кензо, Гуччи, Босс. И все это духи. Ну, это рай для Руслана. Он Евсал Норан. Что-то она хочет непонятное. Но она что-то определенное ищет. Нету? Так, тут такой выбора нету. Странно. Кстати, хочу поделиться с вами еще проблемой туалетов, которая настигла нас в Бельгии. Смотрите, бесплатных туалетов абсолютно нигде мы не нашли. И везде проблема. Например, в Макдоналдс, даже если вы заходите, надо платить, например, вот в Макдоналдсе 40 центов. И там не принимают карту. То есть надо все время какую-то с собой мелочь носить. Мелочи у нас, конечно, нету. Была, но на такие вот туалеты она быстро израсходовалась. Даже в торговом центре, например, тоже туалет платный. Но тут хоть есть спасение, что можно пейпасом, карточкой заплатить. Только что вот зашли, 70 центов стоит туалет. Короче, бесплатных туалетов мы нигде не нашли. Исключением может быть, это только какая-то пивнуха. Ну, как в Делириуме мы, например, были. Там туалет бесплатный. А так-то абсолютно везде он платный. Для сравнения, например, в Париже на улице было большое количество бесплатных чистых туалетов, биотуалеты, которые даже не сильно большие очереди были. То есть, хоть они и бесплатные, но без проблем их можно было посетить. Все, забрали мы уже свои вещи с отеля. Как всегда, с кульками, с пакетами, с рюкзаками. Все как надо. И двигаемся в сторону автостанции. Кстати, очень удобно. Мы когда приезжали, то сколько мы? Минут 10 шли до отеля. И обратно тоже нам на эту же автостанцию минут 10. И хочу вам показать. Вот на таких автобусах, фликсбас, мы передвигаемся. Это не реклама, просто очень удобный перевозчик и с более-менее нормальными ценами. Огромный плюс, что есть в автобусах туалет и даже Wi-Fi в некоторых. Но я слышал еще зарядки обычно должны быть, но зарядки почему-то мы не нашли. Смотрите, стоимость билета с Брюсселя до Дюссельдорфа в Германию составила около 30 евро с одного человека. Ехать 3 часа, в принципе, все нормально. Нас это устраивает. Выезжаем мы в 3 часа дня и часиков в 6 будем уже примерно в Дюссельдорфе. И, кстати, в Брюсселе на контрасте в центральной части исторические здания. А тут, смотрите, уже как будто деловой центр, новостройки, такие высотки. Уже попадаешь в такой мини-Дубай, я бы сказал. И тоже зелено, как и в Париже. Зеленеет здесь намного раньше, чем у нас. Уже в апреле везде зеленые деревья, цветы цветут, кустики. И Руслана как young traveler. Всем обрешено. Кстати, духове так и не нашлось здесь. Мы спросили за них, сказали, что они есть. Эти духи, но только в другой части города. К ней идти было очень долго, поэтому мы не пошли. Уже буду их искать в Германии. Это там, где, кстати, мы Боленциагу видели. Заходили в магазин, там Шоппинг-стрит. Там есть и духи, вот эти как они там. Монталь. Монталь. Смотрите, дальше тоже везде высотки, новостройки. Это уже не центральная часть, точнее, за старым городом все находится. И там дальше автостанция. Подходим уже понемногу к автостанции. Я хочу вам показать, какой тут реально, друзья, Дубай-стайл. Смотрите, прямо такой район застраивает. Много еще новых высоток, новостроек. Прямо контраст конкретный. И это все находится возле старого города, центра. Там прямо наш отель и старый город. Все, пришли мы на остановку Фликсбас. Тут просто получается вот автобус. И написано Фликсбас. Это типа автостанция, откуда отъезжают они все. И, собственно, багет уже не... Саша уже его погрыз. Да, это багет, чтобы сделать офигенный... Ой, так они труси на вещи. Офигенный большой хот-дог с теми сосисками. Сейчас добавим соуса, еще покупал. И будет вообще то, что надо. Берем такой вот соус. Смотрите, как он называется. Сейчас я скажу, секунду. Что-то мало соуса. А, вот такой соус к шашлычку. И надо побольше его туда надавить. Короче, открою вам секрет. Это багет я еще вчера купил. Мы просто его забрали, и он чуть-чуть подсох. Смотрите, он прямо потрескался. Но ничего, мне кажется, это не помешает. Такой вот хот-дог получился. Не знаю, разваливается, конечно. Но зато он большой, сочный. Вот эти сосиски реально очень вкусные. Давайте попробуем. Блин, подсохло. Тянулся весь в соусе. Офигенный. Ой. Там еще висит. Ты чуть вымазался. Будешь такой? Нет, я же соус не люблю. Да, это очень вкусно. Зашли мы уже в автобус. Смотрите, тут, кстати, нормально место, в отличие от прошлого, для рюкзаков. Потому что, когда мы ехали в Брюссель, то не было места для рюкзаков. И мы вот тут их под ногами ставили. И смотрите, есть розетки, USB. То есть, опять нам повезло. Смотри, как тут много для ног места. Очень удобное. Тогда я сидел, тут еще рюкзак стоял. Короче, жесть была. Да, тогда не было место для ног. А этот автобус много комфортнее. И нам повезло. Мы первые зашли, выбрали место. Там, я смотрю, розеток нет. А в той стороне вообще их нет. То есть, нам повезло. И вот, собственно, возле окошка. Сейчас уже будем отправляться. Ну что, друзья, добро пожаловать в Дюссельдорф. И автобус опять опоздал. Ну, минут на 50, на час. Мы приехали позже. Смотрите, опять проблемы с туалетами. Я думал, они только будут в Бельгии. Но они нас коснулись сразу по приезду сюда. На автостанции, куда нас привез автобус, абсолютно мы не нашли туалета. Зашли в Бургер Кинг. И что вы думаете? В Бургер Кинге только наличка и только 1 евро. Ну, как бы можно дать монетой. Даже если вы поели в Бургер Кинге, то вы все равно обязаны заплатить за туалет. Мы так привыкли, что у нас без кодов и бесплатно туалеты везде в Макдональдсах, торговых центрах. Что здесь это для нас кажется немножко дико. Не знаю, может это и правильно, с одной стороны. Но лучше уже бы они сделали там бургер на 20-30 копеек дороже и туалет бесплатный. Чем люди все время искали бы эти монетки, которые не у всех есть. И, собственно, из-за этого не каждый может без проблем попасть в туалет. Ну да ладно, мне кажется, я сильно много за это все акцентирую. Просто, как говорится, о наболевшем. Сразу возле вокзала нас встречает магазин Lidl. Я уже вижу вывеску знакомую. Мы, наверное, зайдем сейчас, купим водички и будем двигаться уже в сторону отеля. Смотрите, еще не стемнело. Погода в Дюссельдорфе отличная. Я надеюсь, что будет солнце каждый день. Никто, и нам идти вообще недолго, максимум минут так 10-15. Да? Я, кстати, не знал. Я думал, тут уже попроблемнее будет, чем в Бельгии. Мы, кстати, с Русланой ни разу в Германии не были. Но первое впечатление, вот так вот попали в районе вокзала. Типичный такой европейский городок. Просто мы обычно в столице приезжали, когда посещали страны. Да, большие города. А тут мы, получается, не в Берлин приехали, а в небольшой город, так как он был ближе всего к нам. Но я все равно надеюсь, что мы найдем интересные места и здесь, в городе, и на окраине. И все-таки поснимаем для вас очень классные, интересные выпуски. А вот и наш, собственно, небольшой отельчик. Называется он Dreams Düsseldorf. Смотрите, DD. Так что заходим, заселяемся уже вечер. По-любому нас заселят прямо сразу. Ну что, друзья, наконец-то долгожданное заселение. Честно говоря, я шел с такими позитивными эмоциями. И когда мы заселились, я расстроился. Потому что, друзья, такое чувство, что нам дали номер какой-то эконом-варианта. Потому что на фото, да, видно, что новенький отельчик, вроде все нормально. Но смотрите, аккуратно так в уголку кровать поставили. Тут мини-шкафчик. Там, смотрите, такой педестал непонятный зачем. Что тут Руслана будет смотреть, лежать вот на диване. А я тут буду брейк-данс вытанцовывать. Ну, как будто для такого это сделано. Тут типа мини-мини такое рабочее место. Хотя на фото был огроменный стол нарисован чашками. Кстати, чашек я не вижу. Есть чайник. Но чашки как будто где-то припрятаны. Или их вовсе нету. Ну, такое мини-окошечко. Мы, получается, на первом этаже. Я, кстати, заметил, когда номера на первом этаже, то это всегда такое чувство, что нет балкона. И они прямо такие минимально такие аккуратные, экономные. Но стоимость, друзья, 60 евро за одну ночь. То есть по стоимости, если сравнивать с Брюсселем, то она отличная, согласитесь. За 60 евро такой вариант. Смотрите, матрас, постельное, все беленькое. Там вон 4 полотенца, картина. Как бы тут приятно находиться. Ну, вот это все. Вот это все. Да, взяли как будто... Огромный номер. Огромный номер. Ну, вот это вообще портит такое чувство. Вот это дерево, вот это. Напоминает мне наш брюссельский отель, да? Вот этот паркет. Смотрите, тут ламинат, так все новенькое. И вот это одаробало, которое сюда непонятным образом попало. Мне кажется, это из-за проекции дома. Из-за того, что первый этаж, там, наверное, вход в подвал. И оно типа сделано как педестал такой. А на самом деле там просто спуски какой-то магазин находится. Потом шкафчик тоже маленький. Не знаю, не говорите только, друзья, что я зажрался. Я просто после клопов и после отеля в Брюсселе реально ожидал, что тут что-то... Но по фоткам мы выбирали другое. Мы выбирали по фоткам, и то, что мы выбрали, оно отличается от этого номера. В принципе, номер неплохой, но это не то, что мы бронировали. Да, и я вот ненавижу, когда отели такое делают. Если вы делаете одни фотки, то давайте, пожалуйста, людям те номера, которые вы фотографируете. Они с непонятной какой-то перепланировкой. То есть там абсолютно другая планировка была. Вот телевизор плоский, который мы, конечно же, смотреть не будем. Но как бы он немножко хоть делает вид, знаете, что номер вроде с ремонтом. Не стоит такое тоже старое, а доробало телевизор. И санузел. Ну, хочу отметить, что все чисто. Как бы с этим проблем нету. Смотрите, санузел тоже чистенький. Есть гель для душа. В Брюсселе даже геля для душа не было. Там просто кусок мыла валялся один. И на этом все. Бумага, туалет. Тут с запасом бумаги вдруг, короче, не хватит. И, смотрите, фен наконец-то есть. В том отеле фена не было. Ёрщик есть. Вот это счастье. Без Ёрщика, оказывается, жить сложно. Я никогда этого не знал, пока мы не пожили в номере, где Ёрщик просто отсутствовал. И душевая кабина тоже. Еще одно полотенце для ног. Это пятое. Чистая душевая кабина. Без плесени. Нормальные. Видно, что новые смесители, душик. То есть, как бы претензий нет. Но именно вот такое, что как будто в подвале этот номер весь сгенерировали для нас. То это немножко расстроило. Потому что по фото офигенный отельный номер. А тут как будто такой, да, в кладовочку у нас в кладовочку запхнули. Но, смотрите, там две розетки. Там розетка. Там еще тоже розетка. Ну, короче, розеток в том отеле у нас две было на весь номер. И, кстати, на фото, там где большой стол был, там и чашечки стояли красивые. И, по-моему, даже чай-кофе. А тут, к сожалению, этого нет. Но вы, друзья, не судите строго. В целом, мы остались довольны. Мы всегда стараемся искать плюсы во всем. Но вот этот отель с клопами меня настолько вывел, что я даже сюда зашел. И у меня сразу какая-то... Я вот начинаю видеть то, что, например, не должно быть в номере. Как вот этот педестал с паркетом старым и так далее. То есть у меня какое-то такое, знаете, не знаю, как это назвать, такое состояние настороженности, что ли, какое-то. Ну, не знаю, напишите, как вот это называется, когда вас чем-то очень сильно выбесили. И вы теперь это ищите, эту проблему во всем другом. То есть вы всегда как будто ждете, что будет опять так же плохо, как было до этого. Я не знаю, как это правильно назвать, но вы можете написать внизу под видео. Напишите, как вам номер за 60 евро. Мы тут немножко дольше задержимся, чем в Брюсселе, потому что по 100 евро было снимать, как вы поняли, накладно. И поснимаем, возможно, поедем в другие какие-то города, покажем Германию, покажем цены. Также хочу напомнить, что вся информация для украинцев, которые, возможно, планируют временно переехать жить в Германию, будет, как всегда, в описании под этим видео. Потому что мы собираем информацию в каждой стране по поводу статуса защиты, выплат, медицины, жилья и так далее. Мы заметили, кстати, что здесь много украинцев, еще на вокзале я слышал, что говорили на украинском. Люди к нам даже подходили дважды, здоровались. Так что обязательно снимем про цены, про обстановку и вообще, как живут люди в Германии, какие здесь места. Это все вы увидите, друзья, в следующих выпусках. Так что поддерживайте нас лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. И подписывайтесь на нас в Инстаграмы, потому что именно в Инстаграмах мы публикуем самую актуальную информацию в реальном времени. Ссылки на Инстаграмы есть внизу, в описании под видео. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока. Пока. Пока.